Уважаемый Роман Санжи, дорогие друзья, мы рады всех вас приветствовать в Сочи. Прежде всего, хочу попросить вас передать приветствие и на лучшее пожелание президенту Беларуси Александру Лукашенко, от президента России Владимир Владимировича Путина и, конечно, от меня лично. Мы с вами находимся в постоянном контакте. В марте провели заседание Союзного Совмина. И в апреле под уже руководством наших президентов Владимир Владимировича Путина и Александра Григорьевича Лукашенко провели Высший Государственный Совет Союзного Государства. Приняты очень важные решения по наращиванию нашего интеграционного взаимодействия России и Беларуси. По линии правительств налажена работа, системная работа по выполнению 28 союзных программ, полностью выполнены 10 программ, введены в эксплуатацию 5 информационных систем. Из предусмотренных программами 989 мероприятий выполнено почти 80%. Это очень неплохой результат. Хочу поблагодарить всех коллег, вас, Роман Александрович, коллег из российского правительства, за эту профессиональную работу. Несмотря на санкционное давление со стороны коллективного Запада, активно развивается наше торгово-экономическое сотрудничество. В прошлом году взаимный товарооборот вырос на 12%, превысил, соответственно, 3 триллиона российских рублей, или 111 миллиардов белорусских рублей. В январе-апреле объем торговли увеличился еще на 11% и составил более триллиона российских рублей, или почти 40 миллиардов белорусских рублей. Приоритетное внимание мы уделяем взаимодействию нашей промышленности. Роман Александрович, знаю, как вы внимательно к этому относитесь. Александр Григорьевич всегда курировал направления, связанные с развитием промышленности Белоруссии и союзного государства. И в рамках нашего межправ-соглашения промышленной кооперации мы утвердили 16 совместных проектов на сумму 80 миллиардов российских рублей, или почти на 3 миллиарда белорусских рублей в сферах машиностроения, станкостроения и микроэлектроники. В июле в Екатеринбурге Белоруссия примет участие в качестве страны-партнера в международной промышленной выставке Инопром. Мы ожидаем большой бизнес-делегации с участием представителей всех белорусских регионов. Роман Александрович, пользуясь случаем, еще раз приглашаю вас, также планирую там участие. Уверен, что на площадке Инопром будут заключены новые коммерческие договоренности о запуске целого ряда новых совместных важнейших интеграционных проектов. Мы с вами встречаемся накануне заседания Евразийского межправсовета и Совета глав правительства СНГ. Очень важно, что Россия и Белоруссия выступают за углубление интеграции в Евразийском регионе. Ну и уверен, что решения, которые будут приняты здесь, в городе Сочи, послужат повышению устойчивости экономик в условиях неблагоприятной внешней конъюнктуры, ну и помогут создать новые точки роста в интересах бизнеса и граждан нашего союзного государства. Роман Александрович, у нас насыщенная совместная поездка. Вам слово. Спасибо. Уважаемый Михаил Владимирович, уважаемые коллеги, искренне признательны за вашу постоянную готовность к обсуждению вопросов нашего совместного сотрудничества. В течение двух лет мы с вами реализуем задачи, которые поставлены перед нами президентами по строительству слаженной системы интеграционного взаимодействия и выход на более глубокую экономическую интеграцию. Это очень многовекторное движение. Вы абсолютно верно в своем выступлении отметили достаточно высокий процент выполнения и мероприятий, которые мы с вами согласовали. И эта работа продолжается с неослабевающим темпом, что очень важно. В принципе, можно сейчас говорить, что сформирована объемная достаточно двусторонняя нормативно-правовая база, обеспечено системное взаимодействие во всех областях. Это не только экономика, это и внешняя политика, это и оборонная сфера. Реализуются совместные программы и притворяются в жизнь проекты в сферах промышленности, ВПК, атомной энергетики, исследования космического пространства и так далее. Что особенно важно на фоне беспрецедентного давления. И наша созданная система показывает, я считаю, успешные результаты для экономик двух стран. Буквально недавно вы посещали форум цифровых технологий в Нижнем Новгороде. Представительная белорусская делегация тоже была, там возглавлял первый вице-премьер. И мы видим, что сейчас перед нашими странами очень много таких новых вызовов. Это в том числе и цифровой суверенитет, и цифровая трансформация, обеспечение информационной безопасности наших стран. Словом, трудности делают нас и крепче, и умнее. И я уверен, что эти успехи гарантированы, потому что в основе этих отношений лежит дружба наших президентов и народов. Вы уже сказали по осязаемому положительному результату двусторонней торговли. Эти показатели не случайны, это результат тех всех мер, которые принимались для того, чтобы обеспечить выход на такие показатели. Мы нацелены на тесную совместную работу по принятию необходимых мер по защите нашего рынка союзного государства. Уверен, что мы сможем встроиться и в новые, так сказать, тренды цифровой трансформации России, оперативно решив вопросы, которые еще остаются, и хотим сегодня о них поговорить. Это и взаимное признание электронной цифровой подписи, то есть и снятие других вопросов, которые позволят нам двигаться быстрее по тому пути, который мы с вами наметили. Абсолютно правильно вы, Михаил Ильич, отметили, наряду с нормотворчеством мы начали реализацию серьезных проектов в области станкостроения, микроэлектроники, авиастроения. Сейчас все эти программы находятся, что называется, в активной стадии отработки по микроэлектронике. Вы знаете, у нас уже есть межправедственное соглашение, сейчас идет его наполнение. В авиастроении мы сейчас очень серьезно активизировались после визита заместителя председателя правительства Дениса Валентиновича Мантурова в Беларусь, где мы достигли определенных соглашений. В качестве положительного еще момента отмечу, наверное, активизацию нашего сотрудничества с российскими регионами. Повестка здесь очень разнообразная и насыщенная. Буквально перед встречей с вами проводил встречу с губернатором края Венимом Ивановичем. И я считаю, почему это важно, потому что именно в рамках таких визитов куется, наверное, скелет наших отношений, устанавливаются новые связи, находятся новые проекты на региональном уровне, устанавливаются и реализуются культурно-образовательные связи. И мы очень живо чувствуем эту повестку и настроенность, нацеленность руководителей, по крайней мере, всех тех регионов, где бывал я во главе делегации, на углубление нашего сотрудничества. Это полностью совпадает и, собственно говоря, с федеральной повесткой. Буквально недавно убедился в этом ходе посещения Мурманской области и Республики Карелия. И, завершая своё выступление, хочу поблагодарить вас, Михаил Владимирович, за то, что вы своей положительной энергетикой придаёте очень хороший импульс работе по всем направлениям двустороннего взаимодействия в рамках союзного государства. Спасибо.